сайт you do это вот этот который я вам рассказывал что его он привлёк 25 миллионов долларов это российская компания которая тоже соединяет спрос и предложение вот если посмотреть на этот сайт здесь написано что на этом сайте 2 миллиона 300 тысяч исполнителей то есть людей которые оказывают услуги и вот в этих категориях услуг они предоставляют услуги вот ремонт и строительство установка там ремонт цифровой техники ремонт транспорта но вы можете в любой момент зайти на youtube.com и посмотреть этот сайт к чему этот сайт я вам показываю что этот сайт тоже соединяет спрос и предложение то есть есть люди которые оказывают услуги вот их в россии 2 миллиона 300 тысяч исполнителей там по-моему он работает в восьми городах больших это москва санкт-петербург там нижний новгород еще каких-то городах он работает как же этот сайт все-таки работает мы попытаемся найти сантехника на этом сайте вот мы заказываем сантехника вот открывается вторая страничка и здесь написано что надо описать свое задание для сантехников получить отклики вот и мы начинаем описывать технические работы мы должны указать свой адрес дом улицу и все остальное то есть получается что для того чтобы найти специалиста вы должны заполнить вот этот вот циркуляр который занимает какой-то процент времени допустим город москва допустим москва россия добавить адрес что там москва академика бочарова добавить еще адрес 23 в общем вот вот это надо заполнять к чему это говорю что на мой взгляд это для людей которые заказывают услуги это не совсем удобный алгоритм и вот на наш сайт который сделали мы который мы хотим тоже продвигать для того чтобы люди которые оказывают услуги могли пользоваться нашим сайтом работает он очень просто вы указываете свое местоположение вот я в данный момент в городе киеве показываю где бы я не поставил точку здесь показывается адрес я перенесу точку в эту сторону то есть вот вы допустим находитесь здесь и вам нужен тот же сантехник нажим ставим адрес здесь улица трамплера 3а выбираем домашний мастер того же сантехника ищем и что мы видим вот нам показывает сайт сразу всех сантехников которые находятся недалеко от той точки где мы находимся то есть получается у нас алгоритм поиска услуг немножко другой по отношению к этому сайту то есть для клиента это очень удобно он зашел поставил точку на карте выбрал одну из 500 услуг там ремонт электронной техники бытовой ток техники ногти покрасить собачку постричь какой-то транспорт надо такси заказать в общем любую услугу который он выбрал и как только он выбрал услугу мы ему покажем сразу 20-30 человек которые эту услугу делают и тут вступает в действие вторая часть что вы можете не только найти сантехника вы найдете сразу 20 сантехников и вы их начинаете выбирать по разным параметрам по расстоянию по рейтингу по отзывам по цене по портфолио новичок он или профессионал или мастер в общем по цене в общем по разным параметрам подбираете себе человека можете выбрать его на карте здесь а можно выбрать вот здесь вот со списка вот этот наш алгоритм который мы хотим запустить и мы опросили очень очень много людей мы над этим проектом работали три года ну от идеи до реализации смысл в чем что когда я придумал этот проект то он не был таким каким вы сейчас видите его на экране были разные модели модификации мы делали и к людям разговаривали кто-то там звук выключите пожалуйста свой звук шли к людям разговаривали люди говорили что нам это не нравится мы снова переделывали и так дошли вот до такого алгоритма то есть вот это все занимал путь от идеи до реализации где-то три года чтобы вы понимали это не один сайт это приложение на android на iphone это боты в мессенджерах это сервер это протокол обмен на и это партнерская программа это все нужно было придумать и написать у нас как таковой инструкции по написанию этого продукта не было это просто придумывалось и делалось если не нравилось снова переделывалась если не нравилось снова переделывалась но это как в любой вот взять любой научный институт там где-то что-то придумывает там выкладывают гипотезы проверяет их а потом конечном итоге доходит до какого-то хорошего продукта точно так же у нас получается что действительно времени было потрачено много но мы получили вот такой результат и на сегодняшний день он людям понравился и мы обросили очень много людей и люди говорят что да этот продукт имеет право на жизнь но если он имеет право на жизнь значит вступает следующий этап это необходимо донести до людей что есть такой сервис и те люди которые оказывают услуги должны в нем зарегистрироваться а тем людям когда понадобится услуга в любое удобное любое время когда им понадобится они должны зайти и быстренько найти специалистов но чтобы люди узнали об этом проекте необходимо проводить рекламную кампанию но реклама двигатель прогресса и поэтому рекламу не нужно проводить везде мы начинать будем рекламную кампанию с города Киева значит в Киеве и Киевской области стоимость такой рекламной кампании составляет 150 тысяч долларов на три месяца то есть три месяца подряд найти рекламная кампания и это действительно дорого но если мы хотим чтобы киевляне и область узнали и люди которые живут в этой области узнали в этом продукте то мы должны три месяца рекламировать наш продукт и они начнут пользоваться этим сервисом в городе Киеве 150 тысяч долларов на три месяца это приличная сумма и и поэтому мы создали партнерскую программу которая позволяет решить эту проблему проблему рекламы партнеры это те люди которые дают нам деньги на рекламу а взамен получают возможность всю жизнь зарабатывать вот на этих людях которые оказывают услуги в чем здесь смысл вот эти люди которые оказывают услуги люди которые оказывают услуги им нужны заказы их миллионы вокруг нас вот я вам показывал сайт юду там два миллиона триста тысяч исполнителей в десяти восьми или десяти городах в россии а по сути во всем мире людей очень очень много и всем этим людям по сути нужны заказы и они готовы за эти заказы платить процент небольшой процент за заказ ну если кто-нибудь ездил когда-нибудь на такси ну как это происходило вы звонили в какую-то компанию или через приложение или звонили в компанию говорили здравствуйте мне нужно такси диспетчер вам отвечал что сейчас приедет приезжало такси обслуживал у вас вы платили водителю деньги а водитель который обслужил вас отдавал процент вот этой службе которой вам прислала машина то есть если человек хочет получать заказы он должен платить процент небольшой 10 процентов условно говоря ну где-то больше где-то меньше в разных категориях это по-разному но в среднем 10 процентов берут за заказ и соответственно получается что вот эти 10 процентов это является доход проекта когда мы проведем рекламную кампанию исполнители начнут получать заказы мы включим монетизацию и они начнут платить 10 процентов компании а партнеры будут получать часть этого процента и работает это таким образом значит партнеры которые присоединяются к проекту помогают рекламной кампании они получают свой кабинет исполнителей без приглашения определенное количество зависимости от того какой пакет вы взяли и эти люди потом пожизненно вам будут приносить доход почему пожизненно потому что сервис услуг он вечный он был до нас во время нас и после нас будет и он будет постоянно развиваться и будет меняться появятся такие услуги о которых мы даже на сегодняшний день может быть даже не догадываемся вот еще десять лет назад мы не знали что будут услуги которые существуют сейчас и наш сервис универсальный мы всегда можем добавить новые услуги и они будут присутствовать присутствовать нашем сервисе а вы будете зарабатывать вот на этих людях которые оказывают услуги и тут мне задавали вопрос а что будет если допустим вы дадите мне там 10 до 20 30 или 40 исполнителей а кто-то из них не будет работать ну в таком случае мы будем менять этих людей вот я приведу опять же пример на городе киеве значит смотрите в киеве будет исполнителей только водителей такси около 25 тысяч работает только водителей такси я имею в виду в киеве и ближайших районных центрах типа бравуров там ирпеня и все остальное 25 тысяч водителей а сколько людей которые оказывают услуги в других сферах тот кто сдает квартиры кто там ремонтирует какие-то электронные бытовую технику сантехники электрики там всех этих людей ну больше ста тысяч людей будут оказывать услуги я не говорю что все люди придут к нам не все водители такси нам придут не все исполнители придут нам но на фоне той рекламной кампании который мы будем проводить в городе киеве в течение трех месяцев они все услышат о том что есть появился такой сервис и кто-то из них придет и зарегистрируется чтобы попробовать потестировать тем более в первое время мы будем давать им показы бесплатно не будем сразу включать монетизацию для того чтобы люди попробовали как это у нас работает и таким образом мы раскрутим этот проект киеве значит опять же вернусь в цифры 150 тысяч долларов 150 тысяч долларов если разделить на тысячу человек тысячу то получается что в среднем мы должны найти тысячу партнеров чтобы собрать эту сумму почему тысяча у нас есть пакеты более дешевые на следующий день это где-то 60 долларов по акции и есть пакеты более дорогие дешевых покупают больше дорогих меньше но в среднем где-то получается цена выходим на 150 долларов соответственно нам нужно найти где-то тысячу человек чтобы собрать деньги на полномасштабную рекламную кампанию вот тут вот есть очень важный момент на который вы должны обратить внимание вы наверняка очень многие из вас участвовали каких-то компаниях по заработку в интернете и там собирают миллионы долларов а потом спрячутся исчезают мы же не мы будем собирать миллионы долларов но мы будем собирать их по частям вот собрали деньги на рекламу в Киеве провели рекламную кампанию параллельно собрали деньги на рекламу в Одессе будем проводить рекламу в Одессе собрали деньги на рекламу в Харькове будем проводить рекламу в Харькове то есть поэтапно по городам мы будем делать рекламные кампании то есть нам партнеры понадобятся понадобится постоянно. То есть как только мы наберем первую тысячу партнеров, мы продолжим набирать для того, чтобы собрать деньги на рекламу в других городах, а потом в других странах. То есть проект легко масштабируется. Мы можем выходить, запускать Украину в большие города, а потом выходить на города, которые находятся в ближнем и дальнем зарубежье. Для этого необходимо сделать всего лишь две вещи. Это перевести приложение и сайты на язык той страны, куда мы входим, и провести юридическое сопровождение, чтобы наш проект не противоречил законодательству той страны, в которой мы собираемся провести рекламную кампанию. Выполнить эти два условия мы можем зайти абсолютно в любую страну, наверняка только кроме Китая. И там провести рекламную кампанию. Так что планы у нас далеко идущие. И на каждом из этих этапов, когда мы запустим Киев, будем запускать, допустим, другие города, вы в этот момент можете покупать дополнительные пакеты. Когда мы будем запускать другие страны, вы можете докупать дополнительные пакеты. И, соответственно, вы можете тоже масштабировать свой доход, увеличивать его в 2, в 3, в 4, в 5 раз вместе с нами. Вот такая стратегия этого проекта на сегодняшний день проходит. Если коротко, то есть подведу итоги, что есть некий маркетплейс, который соединяет спрос и предложение, который понравился людям. Почему говорю понравился? Потому что я переговорил с тысячами людей, которые здесь присутствуют. Я проводил тестовую рекламную кампанию. И понимаю, что людям этот продукт нужен. И его нужно прорекламировать. Для этого я собираю партнеров и говорю, ребята, если вас интересует пожизненный пассивный доход, то давайте вместе объединяться. Будем запускать этот проект сначала в Киеве, потом в других городах Украины, а потом в ближнем и дальнем зарубежье. Работы очень много, но все эти этапы понятные, прозрачные. И как это все сделать, я знаю. Как провести рекламную кампанию, я тоже знаю. И если даже я что-то не знаю, я буду привлекать специалистов в той области, которая необходима, допустим, в рекламной кампании. В общем, по этапам мы проведем рекламную кампанию, потом всю жизнь будем зарабатывать. Мы не делимся большим процентом. То есть, по сути, давайте вернемся, перейдем к следующему кадру. Это у нас есть такой сайт прогноз доходов. Значит, мы даем людям, для того, чтобы стать партнером, необходимо приобрести пакеты стартовые, базовые, стандарты, премиум. Я вам приведу пример на стартовом пакете. О чем это говорит? Что если человек становится партнером, я вам заинтересовал в нашем предложении, он покупает пакет, допустим, стартовый, он получает без приглашения 10 исполнителей в свой кабинет перед стартом рекламной кампании и 5 партнеров без приглашения. Вы можете потом добавлять исполнителей. То есть, 10 это не конечная цифра. Вы можете пригласить и 11, и 12, и 13. И у нас будет посвященная этому тема отдельные вебинары, на которых мы расскажем, как приглашать исполнителей в свой кабинет, чтобы они потом приносили вам доход. И будем рассказывать, как приглашать партнеров. Но гарантированно вы получите 10 исполнителей и 5 партнеров на пакете стартовых. Для чего мы это сделали? Мы прекрасно понимаем, что больше 90% людей не умеют приглашать. Просто не умеют. И поэтому мы сделали алгоритм. Я разработал, долго думал над этим, как это сделать. И вот я разработал алгоритм, который позволяет любому человеку получить определенное количество партнеров и исполнителей без приглашения в свой кабинет. Я не знаю, встречали ли вы такие предложения в других сервисах и сайтах, на которых заработки есть. Но вот я реализовал такую систему, когда вы можете получить, если вы не умеете приглашать. И опять же, если вы умеете приглашать, то вы можете зарабатывать намного больше в этом сервисе. Почему? Потому что на сегодняшний день идет акция, по которой мы за каждого приглашенного человека вы получаете 25% от стоимости пакета. Это акция временная. Она будет потом понижаться. Для чего я это сделал? Чтобы быстрее собрать партнеров. То есть мы партнеров получаем на сегодняшний день не только за счет той рекламы, которую мы совместно с вами проводим, а за счет того, что кто-то еще и приглашает со стороны. И на сегодняшний день мы уже вышли на показатель, когда 50% партнеров приходят по рекламе, а 50% уже приводят со стороны. Мы умножаемся, так будем говорить. Есть некая геометрическая прогрессия. На сегодняшний день у нас больше 300 партнеров уже. И давайте себе представим такую ситуацию, что если 300 человек в течение месяца приведут в среднем по одному человеку. Что такое в среднем? Кто-то ни одного не приведет, а кто-то приведет 2 или 3. Но в среднем каждый по одному приведет, то в принципе мы можем за месяц из 300 человек сделать 600 партнеров. И если на следующий месяц 600 человек в среднем приведут еще по одному человеку, 600 умножаем на 2, это будет 1200. Соответственно, теоретически за 2 месяца мы можем дойти до нашей заветной цифры 1000 партнеров и начать подготовку и проведение рекламной кампании в городе Киеве. Когда мы начнем подготовку и проведение рекламной кампании в Киеве, это не говорит о том, что мы не будем больше брать партнеров. Мы сразу же будем брать партнеров, чтобы собирать деньги на рекламу в Харькове, Одессе и других миллионниках в Украине. Так что партнеры нам нужно будет постоянно и очень долго, пока мы не запустим все города и все страны, в которых нас пустят. Это может быть и Латинская Америка, это может быть Средняя Азия. Но еще раз говорю, Китай вряд ли нас пустит, а вот все остальные мы в страны попытаемся зайти. И самое главное, чтобы вы понимали, что у нас нету такого понятия, нету, как правильно сказать, мы не заберем весь рынок в каждом городе. Вот есть город и в этом городе есть услуги. Вот если все услуги взять за 100%, то это не говорит о том, что мы придем в этот город и все услуги будут через наш сайт пользоваться. Наша задача взять от 10 до 20% услуг в сервисе. Кто-то будет заказывать через другие сервисы, потому что их много. Кто-то будет через кабанчик заказывать, кто-то будет заказывать через юду, а кто-то будет заказывать через наш сервис. Вот те люди, которые живут в больших городах, наверняка, кто ездил на такси, может быть обратили внимание, что у профессиональных водителей такси на торпеде стоит 2-3 телефона. Для чего это? Потому что этот водитель такси берет заказы с одной компанией, с другой компанией, с третьей компанией. То есть он как бы откуда приходит заказ, оттуда берет. И когда мы проведем рекламную кампанию, они тоже могут поставить наше приложение для того, чтобы получать заказы от нас. То есть если водитель делает 15-20 заказов в день, это не говорит о том, что он сделает эти 15-20 заказов через наш сервис. Он будет брать заказы и у нас, и у других компаний. Но 2-3-4-5 заказов он может взять и через нас. В зависимости от того, как сработает конъюнктура рынка. Ну вот, собственно говоря, я в двух словах для тех людей, которые недавно пришли в наш чат, чтобы понять, что это за проект, как он работает, я в двух словах объяснил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова